Историю хочу рассказать из своей юридической практики, такой весьма позитивненькую, как мне понравилось, вот это я назвал его, когда пост писал, юрист 99 уровня, то есть да, типа профессионал высшей категории, выходит такой дяденька в костюмчике, все как большинство юристов любят, костюмчик с иголочкой там, да, ну кто-то действительно в душе такие юристы, которые даже по-другому одеваться себе не позволяют, да, Мне, например, если честно, даже какой-то серьезный пиджак строгий, ну надеть даже вот, ну неприятно, вот оно мне не нравится, не лезет, я даже операм, да, работал, ну опера в гражданке ходят, форму я не любил надевать, а если и любил, то, ну, ППС-ную вот эту форму, которая, ну, все-таки свободное движение там, парадная форма, она не такая комфортная, ну не нравится мне, вот, ну не нравится и все, вот, рубашечки, да, хорошие, которые там такие, ну, в общем, хорошие рубашечки, да, мне нравятся, ну ладно, Вот, выходит, в общем, на качество-то работы это не влияет, в принципе, то есть просто многие юристы недобросовестные, как раз наоборот, начиная с чего, недобросовестные юристы с чего начинают, снять кабинет в хорошем месте, с дорогой мебелью, купить, ну, обставить его, купить, там, дорогую одежду и начинать принимать людей, это, ну, такие вот я называю полумошеннические юристы И еще, желательно в каком-нибудь деловом центре, чтобы проход был исключительно по пропуску, потому что, если раз он вас обманул, вы скандал устроили, то в следующий раз просто там, он просто вас, пропуск вам не выпишет и все, и трубку не возьмет, и вы пройти не сможете, потому что охрана там совсем уже другая И вы просто, да, не сможете пройти, да, ну, полиция, там, если вы заявление напишите, пусть, но обычно юристы все так грамотно делают, что полиции тут не к чему придраться, обычные гражданские правовые отношения Ну, мы отвлеклись, да, история должна быть позитивна, а то я опять ухожу на негатив, вот, хотя негатив обучает вас не попасться в некоторые ловушки Тут вот даже жалко надо было, наверное, с ним познакомиться, просто интересный человек, может быть, у него там и есть где-то на ютубе ролики, да, потому что, ну, вот по нему видно, что он Ну, хотя, ну, в общем, ладно, в чем суть истории? Выходит, он такой, видно, что то ли он не получил нужный результат, то ли что-то еще Вот он прям садится, прям за стол, вот вышел из кабинета, из канцелярии, как я понял, да, или из зал суда, вот, а у него там бумажка какая-то там, все, я не смотрел в его документы, не лез В общем, выходит он, явно видно, что он ему не устроил какое-либо решение суда, только что он его получил в канцелярии, или, ну, или, в общем, не знаю В общем, у него решение суда, которое его не устраивает Прям тут же садится, достает ноутбук, я пока сидел, ждал заседание там пару часов Все, садится, печатает, печатал, печатал, печатал часик, напечатал там, уже, ну, я так, как я подумал, апелляционную жалобу, может быть, частную жалобу Может быть, ходатайство какое-то, может быть, еще что-то, не знаю, но, тем не менее, напечатал эту бумажку, достает А у него чемодан такой, кофр огромный, знаете, раньше такие фотографы носили, да, вот, а у него вот огромный черный чемодан То есть он ноутбук оттуда достал, напечатал, достает портативный принтер, подключает к ноутбуку, тут же все это распечатывает, вот, листочки подписывает, все убирает в чемодан И идет, уже сдает, то есть, если в моем случае, да, я получаю решение, еду к компьютеру, работаю, распечатываю, да, в Зеленоград А потом возвращаюсь обратно в Москву, отвожу, да, трачу и деньги, и время, да, тратится То вот он за один раз, ну, скажем так, за один день жизни, да, сэкономил два дня жизни Ему в следующий день, когда у него свободный, не надо будет ехать уже в этот бутырский суд, отвозить краткую жалобу, да Ну, правда, сейчас их можно и по почте подавать, и по-всякому, ну, кому как удобнее, да, вот Ну, да, кстати, в последнее время-то из-за пандемии только по почте и принимают Ну, опять же, да, не пытайтесь меня подловить, потому что это было больше двух лет назад Это просто мне история вспомнилась о нем, я до сих пор, ну, восхищаюсь, я тоже до сих пор подумаю Вот ноутбук я себе купил такой, небольшой, но не сильно мощный, но с хорошей батареей, вот, который долго держит А вот еще когда-нибудь, может, действительно, себе такой принтер и какой-нибудь такой кейс прикуплю, чтобы сразу действительно ходатайство или жалобу прилично не от руки, там, да И сразу же ходатайство заявить, если что-то не устроил, там, ну, банально, даже, там, протокол судебного заседания, там, ну, в общем, поняли, да То есть, в целом, я восхищен им, как, ну, вот по нему сразу видно, что человек именно специалист в своей сфере, к своей работе относится педантично и четко И что вот такому человеку, вот прямо с первого взгляда видно, да, что вот такому юристу можно доверять Может быть, я и ошибаюсь, может быть, он вообще на злого дядю тирана работает А может быть, он работает на доброго дядю в какой-нибудь серьезной компании, где у него зарплата, там, не знаю, там, 400 тысяч в месяц рублей Все, что может быть, но я вот просто увидел, вот, вот, если вы, представляете, вот, если все вы, люди с таким, как это, вот, относились с такой ответственностью к своей профессии С таким, ну, уважением, с таким, как это назвать, рвением, с таким повышением уровня качества, да, вот, наверное, может быть бы и страна у нас была немножко другой Хотя, также могу и допускать, что, может быть, то, что проявляется его вот эта вот сосредоточенность, педантичность, она в чем-то проявляется, да, вот, в юриспруденции, да Может быть, где-то в чем-то другом у него, там, какая-то слабина существует, вот, да, где-то что-то прибывает, где-то что-то убывает Может быть, и так есть, конечно же Ну, вот так, это я просто хотел позитивненькую историю рассказать про, не все же мне рассказывать про мошенников и негодяев Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому